Я прям такая довольна утром приснулась, хотя не знаю почему. Я, кстати, кушаю. Знаете, какой сон приснился мне этой ночью? Это просто что-то с чем-то. Мне приснился Владимир Владимирович Путин. Я попала к нему на конференцию, причём там такой отбор, нужно было успеть просто записаться. Почему-то сама конференция проходила либо на каком-то пирсе, либо на каком-то судне, либо в порту. Ну, что-то связанное с морем. И помню точно, что было много моряков, рыбаков. Одного из них я точно помню, что обучала, как нужно ловить рыбу, как правильно что-то там показывала ему. И я точно помню, как ловила рыбу, причём такая крупная. Вот именно этот фрагмент мне из сна больше всего запомнился. И решила вот с вами поделиться, кто вообще верит в какие-то вещи и сны, не вещи и сны. Кто вообще верит в сны. Может быть, это просто наше какое-то воображение играет. Может быть, что-то в подсознании у нас. Я лично придерживаюсь такой точки зрения, что всё, что нам снится, это то, о чём мы думали перед сном. Либо на протяжении всего дня рассказывайте, кому какие сны тоже странные снятся. У меня вообще куча странных снов. Особенно мне нравятся сны, в которых я летаю. Я обожаю такие сны, но сейчас они мне уже не снятся. Снились раньше, причём это было не в детстве, как многие говорят. Там, ты растёшь, и тебе снятся такие сны. Нет, мне снились эти сны в лет 20, и я просто пищала от восторга. Я просыпалась всегда в хорошем настроении. Не знаю, конечно, к чему это всё. Узнаем, наверное, в будущем. Если это был ящий сон. Я только что потренилась, и у меня живот прям весь красный. Если это видно. Видно или не видно. Доброе утро. У меня вообще вчера день был странный. Я ходила на собеседование. Почему-то после того, как пришла, может быть, чисто энергетически была выжата. Но у меня было ужасное состояние. Болел затылок. Болела шея очень. Такое ощущение, как будто, знаете, я сходила на жёсткий такой массаж. И сегодня утром я встала ничуть не лучше. Я спала до 10, наверное, где-то до 11. Не могла вот просто проснуться, потому что вчера, потому что, вернее, ночью, я не могла уснуть. И это же жесть. У меня такое редко бывает. В основном я не могу уснуть, когда у меня идеи какие-то, у меня куча мыслей. Причём на ночь глядя. Такое у меня часто бывает. А именно не мочь уснуть от того, что тебе хреново, у меня такое бывает редко. Только с моим гастритом может быть такое. Сейчас более-менее нормально уже, всё окей. Мне кажется, я просто была выжата из-за нервотрёпки, из-за собеседований этих всяких, которые я перенесла за целую неделю. Я хочу сейчас попить воды и снять видео с новой штучкой, которую я недавно купила. И после этого я убегаю. Мы едем в торговый центр с молодым человеком. Хочу ему сделать подарок, купить какие-нибудь хорошие наушники, потому что его старые уже совсем-совсем никакие. Я вчера хотела сама выбрать, но не смогла без него это сделать, потому что я не знаю, какие фирмы хорошие сейчас, какие не очень, потому что сама большими наушниками, профессиональными, именно игровыми я не пользуюсь и никогда не пользовалась. А он этим фанатеет. И поэтому, короче, мы и с ним сегодня поедем и выберем. Досмотрела я только что фильм «Гол», который мне недавно Надя Щербаков рекомендовал. Могу ошибиться. Это обалденный фильм, такой же, как и я, «Болт». Классный, душевный, добрый такой, действительно жизненный. Вот как в жизни взлёты и падения, так и в фильме. Также зарядилась эмоциями. Пока сидела, досматривала концовку. Готовилась к видео, красилась и чуть всё не размазала себе, потому что расплакалась в конце. Вышла за лимонадиком и шоколадкой. Сейчас стою, жду, пока откроется. Хмельник закрыт на 5 минут. А у нас весна на улице, вообще тепло так. Я вышла в парке, одетой на майку, и мне норм. Люди-люди, зачем так смотреть? Вот оно, счастье. Куда ни посмотри, везде срач. Хотите прикол? Я стою в примерочной, в нью-йоркеры. Вообще, я обычно меряю вещи на голое тело. Я не ношу бельё, поэтому мне не составляет труда раздеваться в примерочной. Так вот, здесь такие примерочные, мало того, что они без замков, не закрывающиеся, ещё и с такой дыркой. И там камеры. Я не знаю, направлены они сюда, на примерочные или нет, но, наверное. Вот две камеры по центру висят. Я вообще в шоке, я чуть было не разделась. Так что будьте осторожны, когда приходите в какие-нибудь примерочные. Можете стать звездой. Как вам такой сетерок? Такой мягкий, плюшевый. Прикольно. Сейчас кто-то зашёл в соседнюю примерочную и так тхнёт подняком. Как вам такой? Такая горловинка прикольная. Он ещё такого нежно-розового цвета. А, вот. Вообще, это законно, нет? Как бы в примерочных, насколько я знаю, нельзя вести видеонаблюдение. Капец, съехала только что в восьмидесятке. Там так воняло потом. Это капец. Я еле выдержала. Там ещё и кондуктор грубиянкает. Я зашла, дала 50 рублей. И она спросила, один или два. Я сказала, один. Она переспросила это 250 раз у меня. Якобы я, видите ли, тихо ей ответила. Куча возмущений там своих показала, высказала. У нас, не поверите, в Воронеже дождь. Не очень люблю таких людей. Стоял мужик на кассе, пихал меня несколько раз. Причём, ну, ощущение, что он делал это специально. Нужно было мне там 7 рублей, короче, мелочью. Он предложил свою помощь. Боже, это так убого выглядит. Причём пьяный, перегар за километр. О, ещё стоит. И всё ему кажется, что к нему обращаются. Прискорбно.